сейчас подъехали к магазину называется когда поросята будут летать магазин здесь магазин и ресторан у них такой хлеб они сами готовят с разными вкусами я вам сейчас каждый хлебушек покажу и ресторан кстати очень такой хороший еда вкусная девочки если кто будет в этих районах я вам посоветую пойти там территории них огромные парковка тоже огромная обычно трудно найти место где пропарковаться сегодня потому что пятница еще люди школе на работе поэтому у нас получится заснять пока никого там не будет ой на улице правда как тепло а я в курточки джефф уже футболки уже футболки смотрите такой большой магазин и мне знаете что нравится у них есть масло 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 оно так где чрафа нету о нету а вот вот а у я я окей а вот она трава такой вкусненький со вкусом трава возьму два возьму два раз уронила джефф, у вас есть баскет? а, да сейчас баскет возьмем смотрите так, что вы видели, джеффрик? окей окей вот а, спинэч ага вот смотрите, вот это хлеб у них прям, знаете, мягкий-мягкий иногда даже теплый даже если смотреть он со спинэч спинадный этот, как спинэч ну спинэч лук и чеснок это такая вкуснятина, я раньше любила такой здесь вот джебата ой какая прелесть я куплю малякушки свете и римки, наверное, тоже возьму какой-нибудь этот с базилик и помидоры джеффрике нютэк баскетплейс так, сейчас вам скажу это, знаете, с отмел ну, геркулес и мёд вот геркулес и мёд здесь софт уже чуть-чуть ходят за мной это просто белый хлеб это немецкий кислый бред кислый это тоже кислые я не люблю хлеб с кислинкой так здесь у нас что ой еще у них есть хлеб как бы месяцем вау, смотрите, какое интересное в нем, значит тоже кислое тесто в нем добавлены ананасы и халапине представляете, вкус какой интересный я там немножко обдажите тут еще какие-то есть хлеба крэмбери с ягодами сухими оу, пампкинси это тыквенные семечки а это нью-йоркский как в нью-йорке хлеб по их нему рецепту это ну, типа как ржаной, я думаю так, сейчас я вам еще покажу какие у них тут другие хлеба есть так здесь уже сладенькие пошли смотрите смотрите какие они смотрятся буханочки и такие зажаристые потому что в них апельсин сухая ягода крэмбери и это жареный орех грецкий ага что с Джеффридом? ну, раньше не давали хлебушек пробовать сейчас нет ну, ладно здесь, значит, бананы в этом тесте бананы кленовый сироп и тоже орешки грецкие представляете, каких только нет вкусов варенье вот у них свое а здесь это прям вкуснятинка яблочные яблоки с корицей представляете, на завтрак так с маслицем так что еще у нас там ой, ну ты вон продают мука 5 долларов за 5 паундов это где-то 2,5 паунда а? 2,5 килограмма ой, даже шоколадный хлеб у них есть сейчас посмотрим так вот это тоже с корицей и изюмом это это шоколад а смотрите шоколадный ну, какая вкусняшка а то что что да, да, да так здесь, значит, блобери это как как они называются блобери ежевика ежевика и цедра лимон этого апельсина ароматный, я думаю варенье вот ох, смотрится хорошо смотрите семечки о, здесь смотрите мангл ананас изюм вот эти семечки еще инжир ну, какой ну, представляете какая вкуснятина ой, трудно остановиться так вот это, я думаю который я всегда покупаю называется он low carbs мало карбс углеводов я всегда его покупаю очень-очень люблю этот хлеб обожаю хотя у вас, конечно целые бухваночки уже порезанные ну, ничего я возьму так дальше у них какой еще какой-то итальянский просто ржаной джеффрик ага окей потом еще еще тоже с сушеными ягодами ой, вот какой-то интересный о, 18 разных зернышек и семечек тоже хороший звучит хлебушек, кстати так а это это с каким-то тоже много всяких семечек добавочек тоже как бы полезный как сказать так ну все сейчас начну выбирать сейчас выберу что возьму ой, смотрите у них даже шоколадки есть как поросятки эти очень даже интересненько потом смотрите у них вот свой кленовый сироп есть 20 долларов вот такая вот бутылочка ну кленовый сироп он всегда дорогой какие-то эти всякие помадки можно на хлебушек мазать вкусненько знаете что такое ой мы сейчас что-нибудь выберем себе на чтоб потом после ужина приедем домой чай можно сделать ну просто как бы печеньки ну сейчас выберем что-нибудь что-нибудь total is 43 ok у них также кофе с вами есть ну вот за все это я заплатила 43 доллара это конечно дороговато но у них вкусное масло я купила две одну в свете дам одну себе и хлебушки вот косички и нам с джафом по печеньке сейчас я попробую прям важный хлебушек трудно очень сидеть когда в машине пахнет вкусным свежим хлебом я думала вы меня понимаете я решила достала корочку от белого хлебушка и корочку от этого который я стою ем мало углеводов в нем вот смотрите как там я не знаю если видно много всяких семечек оно такое хорошее и вот знаете еще скажу если у кого-то проблема например сходить в туалет понимаете вот здесь вот столько всяких добавок которые так будут чистить тебе так давайте я начну наверное с беленького ой какой мягкий прям боже ой джеффри кольцо софт ой корочка главное дело хрустящая у меня прям полный рот ниже ну я во-первых голодная а сама корочка хрустящая а вот внутри прям мягенько как вот прям знаете как вата нет не как вата вот например это кстати хлеб который называется сало кислый но я бы не сказала что он кислый обычно такой хлеб прям кислятина ммм 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 джефф не понимает как можно есть просто хлеб о прям прелесть да теперь который мой любимый ммм джефф ij ммм я его проблемы нıy ммм 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 Это так вкусно, особенно, знаете, они, видать, формочку смазывают подсолнечным маслом вкусом таким, потому что вот корочка, она прям пропитая маслицем. Ой, если кто-то голодный сейчас, я уверена, что вам сразу захотелось кушать. О, мой гад, я прям как будто бы даже вот этот хлеб просто ела, и нормально не было бы. Не надо никаких добавочек, не надо сюда ничего. Прямо так вот ешь и вкусно. У нас даже в магазине есть, продается. Ну, естественно, не такой свежий, потому что это прям пухтит, только прям испекли. В магазинах тоже продается этот хлеб. Ну, сразу скажу, немножко отличается, конечно, тоже из того, что не такой свежий. А так, если девочки увидятся, называется хлеб, когда поросята будут летать, что-то типа этого. Покупайте пробудим. Их разных, вот я вам показала, как много разных сортов. А я буду продолжать кушать. Мы сейчас, прежде чем в гостиницу поедем, маленько на нашем любимом месте побудем. Смотрите, какой необычный камень с такими железными человечками. Я извиняюсь за шум, здесь какую-то работу он проводит. Смотря я, загорает, лежит. Ой, смотрите, красота какая. Скоро они территорию уберут. Вот это вот все сухое повытаскивают, повыкиривают, выковыривают. Вот этой скамейки не было в прошлом году. Это что-то новенькое. Обычно, знаете, например, семья в память кому-то. Например, кто-то любил сюда приходить, на это место. Ставят вот такие вот какие-то скамейки, вот подписывают. Вот смотрите. Кто-то умер в 2020 году. Вот этот столик также кто-то сделал в честь... В честь кого-то сделали столик. Чтоб люди могли приходить, сидеть, наслаждаться видом. Кто-то на нашем месте сидит. Блин.